Сэгэша известен как один из микрорайонов города, которые нередко оказываются в зоне затопления после таяния снега или сезонных осадков. Вся ливневая вода из озера, из Волоколамского шоссе, из территории улицы Школьной. Через трубу перетекает на строительный проезд и постоянно затапливает микрорайон. Учитывая то, что сети здесь у нас уже старые, они все заиренные и практически на 90% колодцы, если посмотреть, машина работает, она сейчас лично подходит туда, почти 90% все забито, заирено и даже больше туда. Туда бросают люди почему-то и шины, и бетон, и все остальное. Ремонтно-строительные предприятия регулярно проводят чистку стоковой системы, но основная задача для муниципальных властей – разгрузить сеть. Для этого уже разрабатывается проект возведения участка канализации от торгового центра «Карамель» до городского парка, что даст возможность отвезти большую часть воды. Проблемным по части затопления называют и еще один микрорайон – Южный. Ливневой канализации там просто нет. Мы заключили договор с водоканалом, в настоящее время мы эти воды принимаем в бытовую канализацию, и параллельно сейчас идет разработка проекта полностью всей сети ливневой канализации «Микрона Южного». Я думаю, что вот на следующий год он будет готов, и мы начнем строить для того, чтобы эту проблему тоже мы могли закрыть. Всего на балансе города более 16 километров сетевой ливневой канализации. Еще 22 километра в стадии передачи в собственность. Работы по обследованию ливневок идут полным ходом. А на основании анализа в будущем будет составлена общая схема реконструкции всей системы. В прошлом году мы привели обследование практически 70% ливневой канализации городской. В этом году сейчас мы тоже выставили на акцион оставшуюся часть, которой у нас не было. И я думаю, что до конца года у нас уже будет полностью план наших всех сетей, исходя из чего мы сможем принимать эффективные меры по восстановлению, ремонту и, самое главное, по содержанию и обслуживанию. Даже если пройдут обильные дожди, по словам Михаила Черного, город не утонет. Уже закуплена необходимая техника и насосы для откачки воды. А в других частях города, например, в районе улицы Народного ополчения, Лесной и Железнодорожной, уже установлены новые объекты водоотведения. Они не только не портят вид придомовых территорий, но и выполняют свою работу на отлично.